Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне Христу, и во веки веков. Сводный хор Воскресной школы и Алексеевской гимназии под руководством Анны Медведевой исполняет церковные песнопения. В зале священнослужителей Щелковского благочиния, на стенах иконы и предметы церковной утвари. Согласитесь, неожиданно наблюдать все это в историко-краеведческом музее. И правильно, потому что ничего подобного у нас еще не было. Церковное искусство сквозь века, совместный проект музея и благочиния, реализуется в Щелкове впервые. С отцом Андреем и с Щелковским благочинием выстроились самые добрые и теплые отношения не только в плане человеческом, но и в плане проектов совместных мероприятий и в культуре, и в образовании. И вот сейчас такой совместный проект с музеем. В экспозиции представлены предметы церковного искусства с XVIII века до наших дней. Иконы, оклады икон, праздничные облачения священнослужителей, предметы храмовой утвари, богослужебные книги и все это – настоящие произведения искусства. Воплощение Божьего христианского слова в живописном образе. «Мы не стремились превратить экспозицию в храм», – говорит директор музея Наталья Богданова, и просит отнестись к ней именно по-музейному. Хотя многие экспонаты являются, скажем так, действующими, используются во время богослужений. Но здесь мы видим и воспринимаем их совсем по-другому, нежели в церкви. Есть на выставке старинные предметы культа из храмов Щелковского благочиния, которые не закрывались и не были разорены в годы советского безбожия. Это в частности Жигалова, Хомутова, Гребнева, Образцова. Есть уникальные вещи из личных коллекций священнослужителей. А есть и произведения современных мастеров. Церковное искусство, не замерзшее во времени, оно тоже развивается. Традиции передаются из поколения в поколение, рассказывает Щелковский благочинный Андрей Ковальчук. Здесь вот Дмитрий представленный. Вот это Дмитрий подарил владыка Николай, еще будучи протереем, благочинного Балашичинского округа. И в его мастерской их делали. Ценно то, что это рукоделие уже нашего времени. Такая красота рождается и у нас в Щелкове. При Троицком соборе работает златошвейная мастерская под руководством Натальи Хаджиной. Вот ее работы, вышитые плащаницы. Увидеть их на выставке – уникальная возможность. В храме они выносятся из алтаря лишь на несколько дней в году. За моей спиной находятся две плащаницы. Это все ручное шитье, это многолетние труды. Одна из них создавалась, если полностью брать время, в течение трех лет, другая в течение двух лет. Искусство изобразительное, как всегда, в музее сопровождало искусство музыкальное. Кроме детского хора, на открытии выставки выступил большой друг музея, музыкант и композитор Диакон Роман Галиев. В рамках выставочного проекта запланированы встречи со священнослужителями, с педагогами, мастер-классы. Экспозиция дает возможность приобщиться к церковному искусству тем, кто не доходит до храма, а через эту выставку, может быть, дойдет. Она будет работать в историко-краеведческом музее до 11 марта. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.